На ваших экранах программа «День города» в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Мои коллеги расскажут вам о главных событиях дня. Смотрите сегодня. Губернатор Олег Ковалев провел традиционную итоговую пресс-конференцию с журналистами. Меньше из зол или яд замедленного действия. Электронные сигареты становятся настоящим трендом среди школьников. Борьба с контрафактом. Полицейские накрыли в Рязани четыре точки продажи поддельного алкоголя. К концу подходит 2016 год, а как известно, в конце года принято подводить итоги. Так, сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев встретился с представителями средств массовой информации на традиционной итоговой конференции. В беседе приняли участие представители телевизионных компаний и информационных агентств, как городских, так и районных. Встреча продолжалась более двух часов. Развитие экономики региона, оптимизация социальной сферы, местного самоуправления, проблемы областного центра журналистов волновал широкий спектр вопросов. Далее расскажем подробнее. Глава региона подвел итоги 2016 года и ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция состоялась сегодня, длилась почти два часа и в рамках беседы Олег Ковалев успел рассказать о достижениях и проблемах, решение которых только предстоит. Губернатор Рязанской области на пресс-конференции прокомментировал возможность участия в губернаторских выборах в сентябре 2017 года. Если я сейчас заморочусь на том, участвовать, не участвовать, идти, не идти, то очень трудно будет делать свою работу. Для меня сегодня главная задача – это концентрироваться на той работе, которую я делаю. Глава региона подчеркнул, что важнее для него сейчас конкретная деятельность, а не то, как он выглядит перед выборами. При этом Олег Ковалев уточнил, что многие проекты требуют постоянной работы с федеральными ведомствами. В качестве примеров Ковалев назвал музейный центр и БСМП. Много говорилось о реализации ряда проектов в социальной сфере. Построены новые ФАПы в районах, физкультурно-оздоровительные комплексы, современные школы. В областном центре вводится в эксплуатацию новый корпус больницы имени Семашко. В свое время первое, с чего я начинал в системе здравоохранения – это создание системы материнства и детства. И вы об этом много и писали, и говорили. Мы привели в порядок все базовые родильные дома. Несмотря на сложные условия, в 2016 году удалось сохранить экономический потенциал промышленных предприятий и создать условия для развития. Ряд проектов при активном участии правительства получил федеральную поддержку. Среди них – СТП «Саста» и «Русская кожа». Рост наблюдается и в аграрном секторе. Отдельный вопрос наша телекомпания посвятила взаимоотношению власти и СМИ. У меня очень хорошее отношение к СМИ. Но у меня есть свои оценки. Они мои. Я не буду останавливаться, как я что оцениваю. Это мои субъективные оценки. Но по каким критериям я эти оценки для себя делаю? Это объективность, оперативность, профессионализм, глубина проработки вопроса и честность. Глава региона пообещал, что не оставит в беде обманутых дольщиков, а также разъяснил, что в грядущий год, который объявлен годом экологии, продолжится работа над очистительными системами РНПК. Приоритетными же в работе главы региона остаются социально значимые проекты, которые продолжают реализовываться даже в условиях непростой экономической обстановки. Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты к обычным. Чиновники отмечают, что вред электронных сигарет ни у кого сомнений не вызывает. Эксперты спорят лишь об уровне этого вреда. Все большую популярность курение электронных сигарет приобретает среди подростков. Некоторые курят прямо в школах. Педагоги пока не в силах решить, какими способами бороться с такой эпидемией. Тем временем статистика гласит, подростки в несколько раз чаще стали использовать электросигареты, чем год назад. Чем грозит такое опасное увлечение, узнавала Алена Куколева. Школьники в дыму. Чтобы быть модным, а главное, как все. В Рязани случай, когда дети курят электронные сигареты в общественных местах, не редкость. Обычное рязанское антикафе. Здесь есть все для развлечений. Настольные игры, приставки, кинозал. Директор признается, школьники действительно курят. Выходят обычно на улицу. Но в последние полгода взяли моду на электронные сигареты. Как вот мода пошла, электронные сигареты, стало модно курить. Пропагандируется, что они менее вредные, чем обычные сигареты. И начали курить. А так как закона нет, что они запрещены, поэтому здесь уже не приструнишь. Можно сделать замечание, кто-то послушал, а кто-то я хочу и все. Несовершеннолетним закон запрещает лишь никотин, а вот продажа так называемых нулевок никак не регламентирована. То, что купить жижу, сам аппарат не так просто, неправда. 18 плюс в магазинах и на интернет-сайтах – это личные инициативы самих предпринимателей. Но подростки умеют нарушать запреты. Это обязательно критерий только на словах. По факту интернет-магазины тоже это не отслеживают. Он заказал, грубо говоря, парень, ему 15 лет, он заказал на папину карточку и все. И папа этого не увидел. Как они, собственно, все и делают. Непосвященный не сразу поймет, куда попал. За одним большим облаком дыма барную стойку разглядеть получается не сразу. Но алкоголь здесь не продают. На самом деле это модный вейк-шоп. И вокруг не дым, а пар. Купил и вот и часть огромного мира любителей парить. Ну, решил перейти на электронные сигареты, потому что, во-первых, стало дорого, а во-вторых, как говорится, не модно. Туда можно залить абсолютно любую жидкость. То есть, грубо говоря, от вкусов с табаком до тех же мандаринов, яблок. Ну, на что хватит фантазии. Мужчины постарше, они табачку. Табачку, ванильный табак, терпкий табак. В основном все на табачке. Парни от 20 до 30 здесь вообще они пробуют все. Вот все, что приходит новое, они первыми прибегают и начинают. Я хочу там давать вот это, давать и фрукты, давать и мороженое, давать и яглоки. Все пробуют. Здесь нет никаких определенных предпочтений. Девушки? Девушки тоже. Девушки чаще всего по сладостям убиваются. То есть, прямо очень сильно любят выпечку, пончики, всякие пироги, штрудели. Вот все в этом направлении. По выпечке, сладкоежки вообще дикие. Электронные сигареты – это уже не только замена традиционной. Вейпинг называют новой субкультурой. У них даже гимн свой есть. В России никотиновые гаджеты ни под какие запреты не попадают. Хотя в некоторых странах электронные сигареты и вовсе запрещены. Заядлые уверяют, курение электронных после долгих лет зависимости от обычных даже здоровье поправляют. Виталий бросил курить обычные сигареты 6 лет назад. Когда решил бросить, помог вейп. То есть, реально подняться на девятый этаж, ноги гудят, а дышки нет. То есть, именно уход негатива курения. Я не говорю, что пар, панацея или лекарства. Нет, это способ помочь тому, кто принял решение. Наркологи называют такой способ обращаться с табаком заменой одной зависимости на другую. Электронные сигареты, как и обычные сигареты, являются в психологии замещающим поведением. То есть, человек это делает, чтобы чувствовать себя уверенней, чтобы чувствовать себя спокойней. Кто-то для чего-то еще. Но, как ни крутить, это замещающее поведение. То есть, оно само по себе является фактором того, что у человека есть психологические проблемы. У электронной сигареты, сигары или трубки – две основные части. Батарейка с нагревательным элементом и картридж с жидким никотином и вкусовыми добавками. Жидкость испаряется, и курильщик вроде бы получает знакомые ощущения безо всякого дыма, то есть вредных смол. Вейперы признают, что насколько вредно курить электронку, они сами не знают. Просто для них это меньше изолг. Пока нет ни одного официального источника, который бы нам заявил, «Ребята, вот бумага, вот мы провели исследование, мы провели правильное исследование. Мы долго парили, много людей пробовали, и вот что с ними стало. Нет ни одного». То есть мы все ждем, мы все понимаем, что в любом случае какой-то вред есть. Но мы узнаем это, я думаю, в лучшем случае лет через 10. Запрет использования курительных гаджетов в общественных местах уже давно обсуждают в Госдуме. С тем, что эти гаджеты вовсе не игрушки, согласные врачи. Наркологи и продавцы электронных сигарет давно бьют тревогу. Подростки больше подвержены любым зависимостям. «Самая главная проблема, что умы не окрепшие, и очень много ребят, которые вообще доходили до маразма, они пытались парить соевый соус, они пытались парить васаби, они пытались парить 100% никотин». «Да, конечно, электронные сигареты точно так же вызывают зависимость, как и обычные сигареты, ничем в принципе они не отличаются». А пока ученые-специалисты пытаются доказать вред от электронных сигарет, растет статистика, которая подтверждает возросший детский интерес к вейпингу. Пока подобные устройства не запрещены, школьники уже предпочитают вейп новому смартфону или компьютерной игре. В Рязани в рамках рейдов по пресечению незаконной торговли спиртным сотрудники полиции за минувшие выходные выявили 4 нарушения правил реализации алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято 138 литров спиртного. Пить или не пить, понятно, что это личное дело каждого. Несмотря на то, что никакой пользы организму это, порой даже увлекательное занятие, не принесет. Вопрос в том, как не навредить себе через меры и быть уверенным в том, что употребляемые спиртные напитки надлежащего качества. К сожалению, контрафактное спиртное далеко не редкость. Грешат этим как развлекательные заведения, так и торговые точки. За прошедшие выходные сотрудники полиции в ходе проверок выявили 4 нарушения. Нарушения были пресечены в двух кафе, расположенных на улице Гагарина, и в кафе на улице Костачева. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 3 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. Также нарушения были выявлены в магазине на улице Старореченская. Там из незаконного оборота изъяли 56 литров алкогольной продукции с признаками контрафакта. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, а рейдовые мероприятия продолжаются. Национальный парк Мещера славится редкими животными и растениями, занесенными в Красную книгу. Посмотреть на девственную природу приезжают туристы, дети и охотники. В парке выдают разрешение на спортивный и любительский отстрел животных. И делают это с нарушениями. Подробности в материале Галины Ершовой. Свежий воздух и животные без вольеров. В естественной среде обитания посмотреть на зубров и кабанов можно в Национальном парке Мещера. Заповедник более чем на 100 тысяч гектаров расположился на территории Московской, Рязанской и Владимирской областей. Прекрасный край изумрудных болот и озер вдохновляет туристов на изучение родной природы и пробуждает первобытные инстинкты. Ведь парк выдает разрешение на спортивную и любительскую охоту. Оснований для запрещения охоты нет, поскольку федеральным законом об охоте предусмотрено осуществление охоты на особо охраняемые природные территории федерального значения. Однако допускаются нарушения. В природоохранную прокуратуру поступили жалобы на администрацию парка. В ходе проверки выяснилось, что на территории отсутствует четкое функциональное зонирование. По документам есть заповедная зона, которая является сердцем парка. Здесь людям вообще нельзя находиться, потому что на этой территории живут редкие растения и животные, занесенные в Красную книгу. На особо охраняемой территории можно проводить экскурсии и ходить по туристическим тропам, не мешая их обитателям. А в рекреационной зоне можно даже охотиться. Проблема в том, что попадая на территорию парка, сложно понять, в какой зоне ты оказался. В настоящее время установлено, что вот эта зона, где можно осуществлять охоту, она в натуре не выделена. Нет опознавательных знаков, что не исключает, конечно, осуществление охоты в других функциональных зонах. Это возможно, поскольку человек не знает, чем вот эта территория охоты ограничена. Помимо табличек на местности, в парке отсутствует и внутренняя культура. На сегодняшний день нет нормативов, которые регламентируют, какое количество и каких животных можно добывать без ущерба для окружающей среды. Это является грубым нарушением, ведь по незнанию люди могут нанести невысполнимый вред природе. Помимо питомцев, администрация парка не следит за своими посетителями, хотя такие обязанности прописаны в должностных инструкциях сотрудников. Было установлено, что охотниками допускаются нарушения правил охоты. Мы выявили более 400 таких фактов, однако меры административного воздействия к охотникам не применялись. Естественно, об устранении этого нарушения, в том числе о применении мер административного воздействия, поскольку срок давности привлечения к административной ответственности по тем нарушениям, которые мы выявили, еще не истек, также указано в представлении. Нарушений так много, что прокуратуре пришлось отозвать у парка лицензию на организацию охоты. Возобновить ее можно будет после исправления всех ошибок. Это займет время, но поможет людям, животным и растениям лучше понять друг друга, сохранить детственную природу для новых поколений и в то же время в ходе естественного отбора избавиться от старых и больных особей. Рязанские полицейские вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ. Отряд встречали руководители ОМВД России по Рязанской области, коллеги, родные и близкие полицейских. Отличившихся сотрудников наградили. Продолжит Наталья Новикова. Сотрудники сводного отряда Рязанской полиции в служебной командировке осуществляли функционирование федерального контрольно-пропускного пункта, затеречный, расположенного на границе Ставропольского края и Республики Дагестан. Рязанские полицейские с честью выполнили все поставленные руководством задачи. В Рязани начальник ОМВД России по Рязанской области наградил отличившихся сотрудников. Инспектор заушно-патрульной службы ГИБДД Межмуниципального отдела ОМВД России Рябский. За время командировки в жизни отряда и всего ОМВД России по Рязанской области произошло незабываемое событие, которое наглядно подчеркнуло сплоченность рядов рязанской полиции. Ночью 27 июня в селе Каргашино Сасовского района из-за неисправности проводки полностью сгорел жилой дом, в котором вместе с родителями проживал инспектор ДПС ГИБДД лейтенанта полиции Алексей Курицын, который в момент пожара находился в служебной командировке в Ставропольском крае. В результате пожара родители полицейского остались без крова. Несмотря на трагическое событие, лейтенант полиции принял решение остаться в составе сводного отряда и продолжил службу на Северном Кавказе. А личный состав МВД России Призанской области откликнулся на несчастье, постигший сослуживцы его родителей, и оказал помощь в строительстве нового жилого дома. В настоящее время на месте сгоревшего построен новый пятикомнатный дом. А руководителю МВД России Призанской области вручил матери Алексея Курицына Татьяне Ивановне подарок к новоселью – телевизор, приобретенный на средства, собранный личным составом регионального ОМВД. На этом у меня все. Смотрите новости и авторские проекты на сайте город62.тв. Присоединяйтесь к сообществу телекомпания «Город» в социальной сети ВКонтакте, подписывайтесь на нас в Инстаграме. Мы стараемся рассказывать вам о самых интересных событиях. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин